Автомобильные покрышки входят в разряд опасных крупногабаритных отходов, требующих особого способа утилизации. Наша съемочная группа побывала на шинномонтаже, который находится в Щелкове на Центральной 77, где отработанные шины собирают и хранят перед их отправкой на утилизацию. Причем также должны поступать и работники других предприятий и организаций, в которых скапливаются снятые с автомобилей покрышки. Контролируют эту работу и представители общественных организаций. Была придумана такая акция, чтобы работать на опережение, предупредить всех, кто принимает участие в переобувке. Это наши с вами не только что на монтаже, это гаражные кооперативы, это садовые товариства, это любое физическое лицо, любой человек, который может самостоятельно у себя в гараже переобуться. Он должен понимать, что есть централизованный сбор, бесплатно, абсолютно бесплатно. Участвовали в проведении акции по контролю за утилизацией автомобильных покрышек и представители Государственного административно-технического надзора. Они сообщили, что за данный вид нарушений предусмотрены достаточно весомые штрафы. Для граждан, соответственно, штраф составляет от 1000 до 2, в случае повторного совершения правонарушения до 5000, это для граждан. Для должностных лиц составляет, соответственно, от 10 до 30 тысяч, для предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц от 100 до 250 тысяч. В нашем округе для сбора автомобильных шин создали специально отведенные места. Нам показали большие контейнеры, где складируют отработанные шины перед их отправкой на перерабатывающие заводы. Все автолюбители имеют право складировать шины, отработанные на бесплатной площадке, которая у нас находится по адресу город Щелково, улица Заречная, 139. Анна Горлова назвала и две другие площадки в Щелкове, куда можно привозить отработавшие свой срок автопокрышки. Их адреса Чкаловская, дом 8 и улица Третья линия, дом 29. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...